Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы продолжаем изучать вместе с вами Евангелие от Луки. Сегодня читаем 12 главу. Сразу скажу, что здесь очень много различных наставлений и притчи, учения Господа на самые разные темы. И, возможно, Евангелист Лука вот всё это собрал, как бы поместил в одной, так сказать, главе. Ну, правда, деление на главу – это позднее деление. Просто Спаситель мог эти наставления произносить в разные времена, а Евангелист, он это как бы обобщает. Итак, читаем. «Между тем, как собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим». Вот мы, конечно, очень привыкли к чтению текста Писания, а здесь много удивительного. Посмотрите, тысячи людей, тысячи людей находятся рядом со Спасителем, они теснят друг друга. И почему так? Потому что они чувствуют в Спасителе чистое сердце, они чувствуют его добрую душу, но прежде всего они чувствуют в нём божественную благодать и вот эту неизреченную божественную любовь, которая через него преизливается. И люди всегда тянутся к источнику тепла. А здесь тот, кто сам есть, вот это божественное тепло, и поэтому все вокруг него. И Спаситель вот в данном случае, в данном случае, он даёт вот некое предостережение для тех, кто станут христианами. Вот эти ученики, они все станут, или в основном все станут христианами. Он начал говорить сперва ученикам своим, то есть, а потом и народу. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». То есть, вот тут сразу говорится, что есть некая закваска фарисейская. И тут же объясняется, что это лицемерие. И почему называется закваской? Потому что она может всё испортить. А в чём здесь, собственно говоря, самая суть-то вот этого предостережения? Когда вы станете христианами, то не становитесь просто вот какими-то требоисполнителями, не молитесь просто вот ради вычетки правила, да? Вот у фарисеев всё было строго регламентировано. Как повернулся, какую молитву прочитать, да? Что омыть там перед едой? Вот там и всякие эти, и котлы там, и скамейки-то и так далее. И всё было строго регламентировано, но в сердце, в сердце не было духа. И поэтому, когда вот мы, христиане, свою жизнь превращаем просто в сухую форму, то мы уподобляемся фарисеев. И очень жалко бывает, когда, допустим, кто-то говорит, что вот мне скучно читать утренние или вечерние молитвы, что я вот настолько привык, что меня это уже тяготит. И такой человек, он может читать молитвенные правила, ну просто чтобы как бы отделаться от Бога. Вот я вот вычитал уже там, быстренько, поскоро вычитал, вот всё, Господи, ко мне больше не приставай. Вот это вот и есть самое страшное. То есть форма, она поглощает жизнь, и такая жизнь становится сплошным лицемерием. Ведь Господу нужно наше сердце, поэтому ты лучше просто вот от сердца воздохни пред Богом. И митрополит Антоний Сурожский, он как-то одной женщине такой дал совет. Она вот тоже пришла и говорит, что вот я читаю и не могу никак вникнуть, мысли гуляют, и я вот спешу, и ничего не получается в молитве у меня. Он ей говорит, ну вот сколько вы уделяете на молитву там? 15-20 минут. А вы знаете, вы просто сделайте так. Вот вы на время даже отложите молитвослов, и просто вот эти 15-20 минут просто тихо, спокойно посидите перед лицом Божиим. Вот спокойненько посидите и вспомните, что Господь на вас смотрит, что вы находитесь с предвзором Божиим, что Господь есть любовь, что Он созерцает наши глубины сердечные. И вот когда душа наша открывается пред Богом, то вот и начинается уже общение с Господом. И проходит какое-то время, эта женщина приходит опять и говорит, что у меня произошла удивительная вещь, и я чувствую, что у меня действительно душа открывается навстречу Богу. Ну и потом, конечно же, она брала в руки молитвослов, читала молитвы. В общем, мы не должны духовную жизнь превращать в лицемерие. А лицемерие – это когда внешне все исполняется, а внутри наполнены какими-то блудными, скверными помыслами, гневом, негодованием на ближних, ненавистью, мстительностью. Вот это и есть лицемерие, и этой закваске фарисейской нужно всячески сторониться. И Спаситель в каком-то смысле пытается помочь нам в этом. Он говорит, «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Вот это вообще золотые слова Евангелия. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, ничего сокровенного, что не открылось бы. А почему так? Потому что это даже в житейском смысле вот именно так. Если ты кого-то обманываешь и думаешь, что это не узнается. Нет, не так. Со временем все равно все это откроется. И те, кто предают, те, кто изменяют, те, кто лукаво поступают и подало, проходит небольшое время, и это все открывается. И если даже от людей ты сокроешь самого себя, то наступит такой момент, когда ты вот расстанешься со своим телом, и твоя жизнь, она будет показана пред тобою в такой как бы в ускоренной съемке, вот как говорят те, которые пережили вот эту клиническую смерть, что они второй раз как бы увидели свою жизнь. И вот когда, видишь, ты просто ужаснешься тем страшным делам, которые ты творил, а тем более все это открыто пред взором Божиим. Вот некоторое время я посещал тюрьму, следственные изоляторы, когда говорил с заключенными, то на них всегда огромные, просто потрясающие действия производила вот эта мысль, что Бог нас всегда все видит. Можно спрятаться там от милиционеров, от полицейских, можно что-то утаить там от своих товарищей по камере, хотя это трудно. А Богу всегда все открыто, и Господь всегда видит наши мысли, всегда видит наши намерения сердечные, то есть все, что мы думаем, все, что мы замыслили, все наши планы, все наши сердечные пожелания, все это открыто пред Богом. И вот на заключенных это всегда производило просто потрясающее действие, потому что они обычно пытаются там как-то спрятаться, прикрыться где-то, даже друг от друга что-то утаивает, а тут вдруг оказывается есть тот, который все видит, Господь Бог. Ну и отсюда какая мысль рождается, что вот всегда к Богу и обращаешься, потому что от Бога себя не спрячешь. И каждое наше слово, да, то есть это все тоже запечатлевается, поэтому нужно, запечатлевается на наших собственных душах, поэтому нужно быть очень и очень осторожными. Говорю же вам, друзьям моим, ведь Спаситель обращается к ученикам, не бойтесь убивающих тела и потом немогущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Я и говорю вам, того бойтесь. То есть, конечно, людям дается некое пространство автономии, свободы личной, и вот эта вот автономия свободы, воли нашей, автономия, она что означает? Что человек может совершить какое-то преступление. и поэтому попускается злодеем где-то вот бесчинствовать, потому что вот мир сотворен так, что люди наделены свободной волей, а свободная воля, она может совершить зло, а не только добро. Но эта автономия, она имеет свои границы. И даже если в нашем мире вот кто-то кому-то причинит зло и лишит он этого человека даже телесной жизни. Вот блаженный Августин в свое время, у него такая книга о граде Божьем или о двух градах по-разному называют. И там он как раз рассуждает на эти темы и говорит, что, ну допустим, вот какие-то язычники лишили христиан жизни. Допустим, они умертвили тело. Но язычники никогда не лишат христиан самого ценного и самого главного. Да, они разрушили твою внешнюю телесную храмину, но они не лишили тебя веры в Бога, ну вот этого убиенного человека. Они не лишили его целомудрия, они не лишили его добродетели смирения, они не лишили его верности небесному Отцу, то есть всего самого ценного, то, что собственно и является достоянием христианина в вечной жизни. Они не лишили ни любви, ни веры, ни надежды на Бога они не лишили. Поэтому не бойтесь тех, кто причиняет вам какой-то внешний такой вот ущерб. По большому счету пройдет какое-то время, все мы перейдем в иной мир. И вот там уже каждый получает то, чего он заслуживает. И вот нужно-то как раз бояться того, кто может вергнуть в гиену. И здесь речь идет о Боге, ибо только в руках Божьих наша жизнь и смерть. Наша вечная участь, она в Божьих руках. Поэтому и нужно бояться Бога, ну в том смысле, чтобы бояться согрешить против Бога, бояться утратить Бога. Ну еще если вот так более просто как бы объяснять эти слова, не бойтесь убивающих тела, и потом немогущих ничего более сделать, но бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Вот бывает так, что люди, вот упомянули мы даже у тех преступников, и посмотреть, что представляют собой эти сообщества злых людей. Они постоянно даже и друг с другом припираются и ссорятся, и потом пытаются друг друга устранять, да, и вот пребывают в сплошных страхах и ненависти, да, в ненависти и страхах. И не замечают, что не нужно бояться того, кто тебя застрелит из пистолета, а в конечном итоге нужно бояться того, кто действительно за грехи твои может вернуть тебя в гиену огненную. И поэтому по большому счету вот страхи, они такие излишни, так как Господь, как это открытое писание, «Не бойся малой стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство». И вот Спаситель в качестве такого как бы наглядного подтверждения он говорит, «Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Упоминаются маленькие птицы, они продавались для жертвоприношений, то есть когда, ну вот помните праздник посвящения Господа, сретения Господни, когда нужно было приносить жертву в храм, и тогда бедные семьи они могли там двух птенцов-голубиных принести, и они продавались. И оказывается, что все даже мелкие птички, они не забыты у Бога, потому что и они являются творением Божиим. Я вот вспоминаю, когда жил на Святой Земле на горе Елеонской в Спасовознесенском женском монастыре, то там монахиня Рафаилова, царствие небесное, в пандемию покинула наш земной мир. Она вот сама из арабок, из арабской семьи, и она рассказывала про своего отца, как они трудились в зернохранилище, вот где, куда собирали там зерно, и что-то там они еще делали. И, в общем, во время обеда вот эти вот простые арабы, они вдруг обратили внимание, что оса подлетает к этому зерну, берет одно зернышко и в лапках своих подымает, вот крылышками машет и куда-то улетает. Поначалу как бы не придали значения, потом смотрит, опять она прилетает, берет зернышко, улетает. Там третий, четвертый, пятый раз. И они так удивились, что оса берет зернышки куда-то уносит. Решили посмотреть. И оказывается, что оса летела туда, где сидела слепая птичка. И вот оса клала перед ней вот эти зернышки, и птичка как-то вот нащупывала эти зернышки, склевывала их. И для вот этих простых арабов мужчина это стало каким-то потрясением. Потом на протяжении всей жизни они это рассказывали. И для вот этой матери Рафаилы, монахини Рафаила, она была тогда маленькой девочкой, вот она услышала и через всю жизнь тоже пронесла вот эту историю. Это как пример промысла и заботы Божией, что Господь заботится даже о маленькой слепой птичке, оса которой в принципе, оса она, ничего вроде бы кажется полезного она не может дать, а тут она заботится о совершенно постороннем существе. На самом деле, так Господь вот ради этих людей явил такое как бы знамение, чтобы подтвердить, что Господь заботится обо всех, и никто не забыт у Бога. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. То есть нельзя все-таки скрывать свою веру, когда от тебя требуется исповедание веры. Почему так? Ну, казалось бы, ну вот скажи, что ты там не христианин, если гонение идет какое-то, а потому что в человеке, вот человек сотворен как единство души и тела, и поэтому человек, он призван к цельности. И то, что мы произносим через наши вот уста, наше слово, это как бы выражение того, что у нас внутри. И если мы на словах отрекаемся от Бога, то это значит, что у нас уже, а внутри вроде бы мы держим, у нас есть некая двойственность уже, нет цельности. То есть цельный человек, он должен выражать в словах то, что и есть в сердце. А не погрешать против своего сердца. Поэтому верность Богу, которая внутри сердца, она должна выражаться и через слово, которое призвано идти от сердца. Вот почему Спаситель говорит, что кто исповедует, то есть это вот некий как бы в каком-то смысле тоже, вот ты же хочешь, чтобы Господь тебя принял на небеса, так вот и исповедуй небеса. Ты хочешь быть с Богом, так и подтверди, что ты именно с Ним. А вот кто отвергнется пред человеком, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Ну, почему ангелы Божьи? Это имеется в виду, конечно, конечный вот такой страшный суд, когда пред ангелами Божьими будет вот такое судилище, все предстанут, и тот, кто отвергся от Бога, ну, он сам, получается, ушел. А может быть, речь идет даже о первом таком частном суде, когда вот ты покидаешь свою телесную храмину, выходишь, и ты очень нуждаешься в помощи ангелов, в помощи ангела-хранителя своего, в помощи других небесных сил. Но если ты не исповедовал Христа, то ты будешь отвержен пред ангелами Божьими, потому что ты сам сказал, что ты не с ними. А дальше вот речь о хулене Духа Святого. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Что же это значит? Ну, значит, это вот, как святые отцы объясняют, и блаженный феофилак болгарский, другие, некоторые люди, вот Христос, он еще ходил по земле, да, и он не отказывал в общении мытарям и блудницам. И люди, которые еще не могли понять образ действия Христа, они смотрели на него просто как на Сына Человеческого, и в каком-то смысле они могли соблазниться, что вот он не отвергает блудницы, да, что он посещает, допустим, дома мытарей, там, вкушает то, что они предлагают, даже пьет вино у них. И, соответственно, и могли возникнуть такие вот мысли, что он друг мытарей, там, и общается с винопийцами, с ядцами, и такие вот мысли их, они им прощаются. Вот да, да, и святые отцы так и толкуют, что когда видели просто человеческий образ жизни и по своему вот еще неведению не могли проникнуть вглубь духовных поступков спасителя, то это все неведение, оно прощается людям, потому что они видели чисто человеческое поведение спасителя и не проницали божественную мудрость. Но тот, кто увидел уже явное Божие чудо и действие Святого Духа и при этом порицает его, а это что? А вот вспомните, когда Лазарь четверодневный был воскрешен, ведь уже четверо суток тлело тело, да, и там уже смердело, и как отвалить камень, если смердит, да, а Спаситель говорит, все равно отвалите камень и говорит, Лазарь, гряди вон, и вот своим божественным действием, то есть Духом Святым, Спаситель воскрешает Лазаря, ведь воскресить, то есть от смерти перевести к жизни, это божественное действие, и все равно фарисеи, ну не фарисеи, а там вот эти начальники народа иудейского, они говорили, что он там силой князя Бесовского совершает чудеса, он там обманщик, враг народа и так далее, то есть вот это и была хула на Духа Святого, когда человек явно видит нечто Божие, и при этом явно этому противится, и не хочет этого принять. Ну, некоторые еще из богословов, тоже может быть и святых отцов, они как объясняют, что на самом деле, то есть да, вот хула на Духа Святого, Дух Святой – это есть Дух Истины, сказано в Священном Писании, поэтому это как бы противление очевидной истине, вот то, что мы упомянули с Лазарем, очевидной истиной, его воскрешение от мертвых, и противление этому, как действию Божию, это есть хула на Дух Святого, но Дух Святой – это не только Дух Истины, но и Дух Любви. И на самом деле, вот любовь Божия, она всепрощающая. Когда человек кается, действительно, хоть что он там согрешил, хоть каким грехом, если кается, то Господь простит ему. А вот если человек вдруг говорит так, что мне нет прощения, вот Господь меня точно не простит, я не буду каяться, а вообще лучше пойду и покончу с собой, то вот это тоже хула на Духа Святого. То есть не веря, что Дух Святой может отпустить любой грех. То есть это хула на Духа Святого, как на Духа Любви. А подлинная любовь, она прощает ради раскаяния человека. И вот такое как бы замыкание на себе, что вот мне точно не простится, поэтому каяться не буду, это и есть хула на Духа Святого, как на Духа Любви. Поэтому помните всегда об этом и всегда есть покаяние, потому что Святой Дух есть Дух Любви, и, конечно же, в Таинстве Исповеди он отпускает людям согрешение. Когда же приведут вас в синагоге, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Речь, конечно, о том, что подлинные ученики Христова, как причастны Святому Духу, они будут иметь просвещение от Духа Святого. И наглядный пример – это речь Стефана Первомученика, самый первый ученик, который исповедовал Христа. И когда его схватили, первый мученик самый, из семи диаконов, и вот его схватили, повлекли на Синедрион, и там он произносит такую пламенную, вдохновенную речь. И ему, Стефану, и до этого не могли противиться сказанное о мудрости и силе Духа, с которым он говорил. И речь его в Синедрионе, она тоже оставляет как бы безоружными его противников, вот этих законоучителей иудейских. И все сидящие в Синедрионе видели лицо его как лицо ангела. Настолько оно было чисто, умиротворенно, сияло благодатным светом. То есть Святой Дух действительно, как только понадобится, Он тебе даст особую силу, силу мысли, Он просветит твой внутренний мир, и ты сможешь сказать то, что нужно. То есть это вот к тому, что не бойтесь исповедовать пред людьми. То есть если ты боишься, то ты теряешь себя пред ангелами Божиими. А если ты не боишься, то Дух Святой даст тебе что сказать. И, кстати, Стефан, первомученик, он поэтому сподобился перед самым вот своим мученическим концом, да, вот этим венцом мученическим, когда уже должны были его убить, он созерцал самого Христа одесную Бога Отца. То есть сподобился особого божественного созерцания. «Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». То есть вот люди, которые приходили к Спасителю, они шли в том числе и с простыми житейскими тяжбами. Они, видимо, рассуждали как, что, ну вот, Иисус, Он такой мудрый, Он очень разумно, грамотно говорит, поэтому, видимо, Он поможет поделить нам правильно имение, имущество. Но ведь Спаситель пришел не ради этого. Он же, то есть Спаситель, сказал человеку тому, кто поставил Меня судить или делить вас. То есть, видимо, вот эти вот люди, ну, в частности, один из братьев, он пришел, говорит, вот ты, он как бы жалуется, он жалуется на своего брата, что тот неправильно делит и не дает мне нужный удел, вот эти жалобы приходят, поэтому ты его вразуми, да, или накажи. А Спаситель говорит, что думать надо вообще не об этом. И вообще, кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания. То есть, видимо, причиной вот этого конфликта было чье-то любостяжание, либо одного брата, либо второго, но ты доверься Богу и оставь это вот на волю Божию. Вот как будет, так и будет. Самое главное, не потеряй небесное царство. Значит, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И действительно так, жизнь нисколько не зависит от изобилия его имения. Вот мы видим, когда приходят пандемии, то совершенно не важно, кто-то богатый или бедный, начальник или подчиненный, болезнь похищает хоть кого. Хоть кого похищает, уносит из этого мира, и тем более богатство, оно не может никак помочь. Поэтому и думать надо совершенно не об этом, а думать о спасении своей души. И вот для наглядности спаситель произносит притчу. И сказал им притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих». Вот блаженный Феофилак Болгарский, он очень так интересно, немножко с юмором рассуждает на эту тему, он говорит так, что получается, что и богатые, и бедные, они одинаково говорят. Бедный говорит, что мне делать, я вот не имею житниц вот этих, не имею зерна, которые туда положить. Но и богатые, оказывается, рассуждают точно так же, что мне делать, я не имею, я не имею житниц, в которые столько много зерна положить. Получается, что одно и то же рассуждение у богатого и бедного, и тот говорит, я не имею, что мне делать, и этот рассуждает. И на самом деле, вот если взять богатых людей, то у них тревог еще больше. То есть, если бедный человек, он переживает только о том, что у него нет средств, то богатый переживает от того, что он не знает, куда их правильно пристроить, как получше получить проценты, как сделать так, чтобы никто там не стянул, не украл, чтобы там онлайн-мошенники у тебя все это не утащили. И у богатых людей очень трудно даже попросить какой-то помощи, потому что у них все вложено, все вложено под какие-то проценты, и даже если он в месяц получает прибыли 300 тысяч рублей, он привык уже все вот эти вот 300 тысяч за месяц тратить, так что у него ни копейки не остается ни на одно доброе дело. И эта жизнь очень она несчастная, потому что эти люди, они плачут, рыдают, когда теряют свои многомиллионные какие-то вот заработки, и тревоги их раздирают бесконечно, и вот эти тревоги, они лишают их простого жизненного счастья. А бедный человек, он в этом смысле намного счастливее, потому что он свободнее. И так вот этот богатый человек говорил, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, тоже как и бедный рассуждая, некуда, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. То есть вот так мы как бы наивные такие глупые люди, мы рассуждаем, что вот сейчас мы как бы побольше накопим, сделаем большие вклады, там и туда-то вложим, туда-то вложим. Ну помните, вот как в конце уже советского строя у многих были средства на книжках, а потом просто Советский Союз развалился, и прогорели вообще все средства, все деньги, все, что было накоплено. Потом появились новые русские, которые много вкладывали за границу, а потом вдруг раз-раз и там банки закрывают их счета, и там арестовывают, и здесь их сажают. То есть, как ни пытайся, богатство не может сделать твою жизнь счастливой. И так вот он значит, наивно рассуждает, что вот сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе мое, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Вот это вот выражение веселись означает, что он хотел расточать свою жизнь в каких-то в безрассудном удовольствии земном самообольщении. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? И оказывается, что все это не нужно. Ему-то еще Бог сказал, а многим даже не говорит, они просто похищаются в эту ночь, и все, чего они копили, собирали, о чем они переживали, каждый день ломали голову, мучились, боялись конкурентов по бизнесу и так далее, все это, оказывается, не нужно, и оказывается, что и не об этом надо было думать, потому что душа-то вот она выходит из тела и смотрит, вот тело лежит, смотрит, вот там, значит, все вокруг, но ты не взять это, не можешь не прикоснуться, и потом тебя куда-то влекут, и всю жизнь перед твоим взором прокрутили, и потом ты на суде, а что это значит? А это значит, что вот каков ты есть по существу твоему, вот что ты стяжал внутри своей души, а если там только злоба в тебе жила всегда, ненависть, серебролюбие, вот это негодование, какие-то блудные страсти, то вот это и накапливается как мучение твоей души, и оно тебя просто погубит. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. А что значит богатеть в Бога и собирать сокровища не для себя? А это значит, если идет богатство, то не на страсти свои их расходовать, не тратить их на разрушение своей души. Вот положительный пример, как пользоваться таким богатством, это Иннокентий Сибиряков, известный такой был купец, он сын золотопромышленника во второй половине 19 века, Иннокентий Сибиряков из города Иркутска, и он был глубоко верующим человеком, и все вот эти многотысячные доходы он тратил на строительство новых школ, новых библиотек, различных там учреждений, причем в основном он это делал в Сибири, про Сибирь все забывали, вот именно там он и школы вот эти, и всякие музеи устраивал, библиотеки, и его благотворительность, она была просто запредельной, так что даже некоторые, желая специально как бы воспользоваться его богатствами, хотели, как бы оговорили его, обвинить его в умолишении, в том, что он сумасшедший, чтобы завладеть его средствами, и проходило даже это судебное расследование, которое доказало, что он абсолютно психически здоров, и поэтому просто вот расходы денег на благотворительные нужды являются делами его милосердия, и в конце концов он вообще уехал на Афон, и там, кстати, несколько храмов построил, он достроил Андреевский собор, и вот это пример того, как человек богатеет именно в Бога, то есть он не копит богатство, как некий курган, чтобы быть под ним похороненным здесь на земле, а он эти полученные с благословения Божия средства тратит на добрые дела, то, что кому-то принесет пользу, что кто-то за тебя помолится Бога, кто-то будет тебе благодарен, и в сердцах людей будет жить что-то теплое и светлое, и сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться, душа больше пищи и тело одежды, ну, больше пищи в смысле важнее пищи, то есть тут получается так, что вот есть душа, есть тело, есть одежда, то есть то, что внешнее, что примыкает к нашему, и важнее всего это душа, потом тело, и уже там на третьем месте одежды, а сейчас бывает наоборот, что люди беспокоятся больше об одеждах, о том, что поесть, и портят свое собственное здоровье, то есть не брегут о своем телесном естестве, а про душу совсем забывают, и вот эти вот слова не заботьтесь, там буквально с греческого означает не тревожьтесь, не обременяйте себя чрезмерно, это не значит, что вообще не нужно никак думать о своем пропитании, пропитании своей семьи, но чтобы это не превращалось в такую патологическую тревогу, вот как я проживу завтрашний день, что там я буду есть, как мы там будем существовать, это просто разрушит тебя изнутри, ты доверь все в руки Божии, сам делай то, что ты можешь делать, а Господь управит, и нужный он тебе подаст, поэтому не тревожься, то есть не обременяй себя чрезмерно вот этими заботами, посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их, сколько же вы лучше птиц, да и кто из вас, заботясь, сможет прибавить себе роста, хотя на один локоть, ну прежде всего Спаситель обращает внимание на птиц, причем вороны, как бы считались они вообще никчемные птицы в те времена, и получается так, что Господь даже об этих вроде бы ненужных никому птицах, и о них Он заботится, и тем более люди, люди намного дороже птиц, и конечно были те, кто вот впрямую исполняли эту заповедь, это разные Христораде юродивые, блаженные, такие как Ксения блаженная, или Василий блаженный, они вообще не заботились о пропитании, им было вообще все равно, поэтому они жили, ну действительно, как птицы, как простые полевые цветы, которые вот растут, и как Господь подаст, так они и существуют, то есть в каком-то смысле были вот такие святые, но это пример, это пример того, что Господь, Он никого не оставит, вот один знакомый священник, отец Вадим Леонов, он про свою бабушку рассказывал, а это да, она в Ленинграде, и там, что, получается, блокадный Ленинград, голод, сама она, у нее на руках там двое детей маленьких были, и значит, что работала она сколько могла, но потом истощение сил, и потом ногу подвернула, и уже утратила какую-то работоспособность, думала, что уже все, и вот она куда-то вышла, проковыляла, да, думаю, что умрет сейчас, вот чтобы не видеть смерть своих детей, и умереть, так сказать, вот вдали от всех, проковыляла куда-то там, и остановилась, там где-то на окраине, какая-то поляна, там деревья, и вдруг видит, идет старец, и спрашивает, что она здесь делает, ну, она рассказала про себя, и говорит, что вот она старалась-то делать всегда добро, почему же Господь ей подает такие вот испытания, а ей этот старец говорит, что ты только вот старалась делать добро, а Господь Иисус Христос, он вообще не грешил, но его люди распяли, но ты не забыта Богом, возвращайся, Господь тебя непременно поддержит, поэтому иди, тебя ждут дома, и вот она как-то приободрилась, вернулась, и вдруг получилось так, что соседи неожиданно с ней поделились какими-то продуктами, и это спасло жизнь ей, и детям, потом она пришла как-то вот в лучшее состояние, смогла трудиться, и вот так вот Господь вывел их из этой ситуации, потом еще вот рождались дети, из внуков, один стал священнослужителем, то есть Господь на самом деле никого не оставляет, и даже когда кажется, что ситуация безысходная, то не нужно отчаиваться, надо просто делать, что возможно, и доверять Богу, а Господь всего правит. Еще вот тут Спаситель говорит, что кто из вас заботясь может прибавить себе роста, хотя на один локоть, ну тут видимо с чем связано, с тем, что у многих народов считалось так, что чем выше ростом человек, тем он более как бы заслуживает какого-то уважения, а так получается, что ты сколько не заботишься, ты сам себе роста прибавить нисколько не можешь совершенно, то есть это от тебя не зависит, это в руках Божьих, вот так же и все остальное в целом в твоей жизни. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть и завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас маловеры. Тут Господь показывает, что ничто не лишено заботы Божией, даже самая мельчайшая какая-то травинка, которая вот сегодня растет, завтра она уже сухая, что-то там изгниет, но на самом деле в природе, даже если что-то гниет, оно просто так не пропадает, то есть у Бога все это учитывается. То есть во всем есть некий промысл Божий. И при этом какое удивительное дело, что вот нет ни одного похожего цветочка друг на друга. На самом деле, вот если вы соберете те же самые вот лилии, которые упомянуты, или там ромашки, или любые другие цветочки, то вы видите, что они все друг на друга не похожи. Вот так же, как когда идет, допустим, снег, вот будет первый снег, посмотрите, все снежинки, они друг на друга не похожи. Вот сколько их идет, там не просто миллиарды, там триллионы, а какие-то бесчисленные просто числа, и нет ни одной похожей снежинки. И однако Господь так вот устроил, чтобы каждая мельчайшая частичка, она была уникальной. И для чего это все делается, и почему здесь Спаситель так говорит? Потому что ради людей, то есть у каждого человека, у него тоже уникальная судьба своя, он тоже не похож на другого, и о каждом таком человеке Господь тоже имеет свою неповторимую заботу. Даже если кто-то очень рано восхищается из этой жизни, вот святой Артемий Веркольский, он в 12 лет был, ну, чисто вот по-человечески сказали бы, убит молнией, несчастный случай, а на самом деле Господь дает ему куда больше, более лучшую, прекрасную участь, ибо Артемий Веркольский, он становится чудотворцем, небесным чудотворцем, перед мощами его многие получают исцеление, и вот этот вот отрок, мальчик, он становится небесным покровителем многих страждущих на земле, то есть вот о каждом, даже кто проходит через несчастные случаи, у Бога своя какая-то особая забота, и о каждом Господь проявляет такое попечение, а не только о вот этих лилиях или там других цветах, ромашках, которые, ну только там какой-то небольшой период времени цветут, Бог заботится о всех, и о каждом у Господа своя какая-то уникальная забота. «Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль мипачи вас, маловеры, и так не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь». Понимаете, у многих людей это возникает уже как некая цель жизни, заработать, 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 для того, для того, чтобы купить то, то и то, потом съездить куда-нибудь в отпуск, там хорошо провести время, и потом получается, что жизнь она вся была пустой, она вся превращалась в то, что человек все время искал, что потребить, вот как, знаете, гусеницы, которые все время что-то жуют, вот она спереди, так сказать, она глотает вот эту траву, а потом из себя выпускает только грязь, и вот человек, он начинает уподобляться вот этой гусенице, которая все время поглощает, а как же бессмертная вечная душа, которая по образу Божия создана, вот есть то, что выше, есть то, что более ценное, это именно бессмертное в человеке, и так не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, то есть не обременяйте себя, потому что всего этого ищут люди мира сего, ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том, отец, то есть Господь наш, он назван отцом нашим, наипачи ищите Царствие Божие, и это все приложится вам, то есть ищите прежде того, чтобы быть верными Господу, чтобы не обманывать, не предавать, не изменять, чтобы в сердце своем обращаться прежде всего к Богу, а Господь подаст, приложит то, что нужно для простой человеческой жизни, не бойся малое стадо, вот, христианство называется малым стадом, потому что узок путь и тесные врата, которые вводят в жизнь, и многие захотят пойти этим, к сожалению, мало спасающихся, но именно ради вот такового малого царства Господь устроил рай, ну, правда, как вот кто-то из святых тоже говорил, что в раю обителей много, доживущих там мало, а почему мало, потому что хотели идти просторным путем, да, и вот в аду же, как наоборот, там, как селедка в бочке набита, и теснота страшная, при этом каждый он одинок, вроде бы и тесно, но при этом каждый отделен от других, потому что ад не может дать широты человеческой душе, и внутренний простор, сердечная такая вот широта, свобода, легкость, это только когда человек обретает Господа Бога, и в раю вот и есть этот простор, эта широта, не бойся, малые стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство, продавайте имение ваше, и давайте милостыню, конечно, только некоторые вот так в идеале исполняли это, и многие святые перед тем, как, допустим, пойти в монахи, они буквально продавали все, раздавали милостыню, но попробуйте даже вот в малом, когда видите, например, неимущего человека, и вот от души помогите ему, и вы увидите, насколько тут же в душе появляется ваш простор, легкость, сердечная, а жестокость, она приносит собой внутренний груз, приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не седает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, что человеку дорого, то он и копит, в этом смысле сказано, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, если тебе дороги были всякие там тряпки, побрякушки, это вот как одна из дореволюционных тоже такая история, когда одна богатая какая-то там купчиха или кто она, очень привязана была к своим нарядам, даже когда умирала, она так сжала свои вот эти платья, что умерла и не могла уже, ну уже пальцы ее закостенели, и чтобы похоронить, выстригали материю из этих платьев, то есть, а кому они нужны были, эти платья, да вообще никому, и ей самой они не могли дать никакого счастья, никакой отрады, вот где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, если наше сердце принадлежит небесам, да, то и сокровище мы будем собирать именно там, да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, это образ служения, вот, когда слуги в древности приступали к какой-то работе, они припоясывали свои одежды, чтобы легче было трудиться, и это как бы символ такого служения, что не расслабленно где-то лежать там на диване, а совершать вот добрые дела сейчас и здесь, и не сказать, что кто-то тебе чего-то там сделает, не ждать от других, не высказывать недовольство, а именно трудиться самому, и светильники горящие, это значит, что чтобы вот в душе нашей был огонек веры в Бога, и чтобы наш разум освещался светом Слова Христова, то есть бывает ум человеческий вообще как бы потухший, вообще ум призван быть светильником человека, то есть просвещать сумерки жизни, но если в уме у человека только какие-то греховные дела, то это просто вот как какая-то потухшая звезда, черная дыра, которая все поглощает, а человек, душа человеческая, она призвана быть светильником, и я вот помню, когда мы посещали отца Кирилла Павлова, вот приходили к нему в келью, то действительно, как, ну это вот он как светильник, и теплый такой огонек, который согревал твою душу, и с ним ты чувствовал себя, ну вот как будто ты в раю находишься, такая исходила любовь, доброта, причем не человеческая, а именно божественная доброта, то есть вот такие люди, которые посвятили себя всецело Христово служению, у которых чресла припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему, то есть не в расслабленном состоянии пребывать, а все время в каком-то делании. Блажены рабы те, которых господин придя найдет бодрствующими. Вот в православной аскетике есть такое понятие духовное бодрствование или трезвение. Это что такое? Это значит всегда стоять вот у врат своей души и смотреть, что к тебе приступают, какие помыслы, какие пожелания, потому что то, что входит в сердце, то и производит существенные изменения внутри. Если ты принял какой-то блудный помысл, он всю вот эту скверну распространит у тебя внутри, и потом это может довести и до каких-то скверных дел. Если ты принял помысл гнева, ненависти кому-либо, это тоже все внутри отравит, и вот так всякая греховная страсть, она вначале подкрадывается через помысл, через прилог вражей. И вот бодрствование, чтобы наши тоже тресла были припоясаны, оно выражается в том, чтобы стоять на страже своего сердца. И едва мы чувствуем, что какой-то лукавый помысл, чувство смущения, как правило, выдает именно вражье при рожении. Вот тут же все это отрицать, отвергать и обращаться с молитвой Господу, лучше всего молитва Иисусовой, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Так осуществляется вот это духовное бодрствование. И Спаситель говорит, что вот блаженное рабытие, которое Господин придя найдет бодрствующими, то есть теми, кто стояли вот у врат своей души, как строгие блюстители, охранники и отвергали всякого врага поступающего. Истинно говорю вам, он, то есть вот этот Господин, припояшется и посадит их и подходя станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженные рабы те. Ну, прежде всего объясним, что вот что значит во вторую или третью стражу. Речь идет о ночи. Ночь делилась на несколько частей в те времена в Иудее. И это было от Римлян принято. Четыре стражи, там они, по-моему, по три часа делились, как бы, периоды такие. И речь идет во вторую и третью, то есть это уже глубокая ночь, это не вечер и не под утро, то есть четвертая стража это уже там на заре. А вот вторая и третья стража это глубокая ночь, когда все вроде бы спят. И тут речь о том, что христианин, он не должен никогда расслабляться, потому что мы не знаем, когда мы будем восхищены от этой жизни. Бывает так, что вот человек думает, что ему много, а он там в сорок лет уже. Вот мы упомянули Иннокентия Сибирякова, который успел стать монахом, а умер-то ему было как раз около сорока лет. Но он сколько успел делать добра, вот он именно послужил Богу. А если бы он думал, я там доживу до семидесяти, и тогда покаюсь, а пока что ради страстей своих, то куда бы он пошел после своей смерти, если бы вот эти сорок лет посвятил только греху. Здесь вот как раз был прочитан стих, и вообще о нем мало говорят об этом стихе, и мало кто толкует его. Блаженный рабы те, которых господин придя найдет бодрствующим, истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и подходя станет служить им. А здесь-то выражена вся суть на самом деле Евангелия, вот этой жертвенной Христовой людьми, оказывается, что сам Господь, он становится служащим людям, то есть он не просто не требует от нас служения, а понимаете, вот как, допустим, родители, когда любящий родитель, вот он видит, что дети болеют, и в этот момент кто кому служит? Дети служат родителям, или родители служат детям, чтобы вылечить их, чтобы дать им здоровье, потом также, чтобы обучить детей, кто кому служит? Дети служат родителям, или родители детям, то есть на самом деле получается, что жертвенная родительская любовь, она выражается в том, что родители служат детям, но при этом внешне вот родители как раз пытаются обучить детей, чтобы те служили, чтобы те учились мыть посуду, убирать там вещи свои, для чего? Вот, чтобы их научить, чтобы они стали настоящими, достойными людьми, иначе если они расслабятся, то они все потеряют, а родители служат детям, прикрывают свое жертвенное служение и стараются так сказать, вот научить детей, чтобы они служили, и вот Господь он на самом деле точно так же, он дает нам заповеди, чтобы мы служили ему, а на самом деле, на самом деле, Господь нам послужил нашему спасению, он за нас пролил свою кровь, вот преподобный Силуан Афонский, он про одного своего монаха, друга рассказывает, и тот вот друг, он поделился, он вспоминал, что как с детства ему сохранилось в памяти, он сильно разболелся, и мама его, она говорит, что она его настолько любила и хотела, чтобы он вылечился, выздоровел и молился и она говорила, что я готова свое тело отдать на растерзание, лишь бы он выздоровел, и вот эта жертвенная мамина любовь в нем отложилась, и он потом хранил эту память, поделился этим с преподобным силуаном афонским, и тот говорит, что вот такова жертвенная Божья любовь, что вот как-то мама сказала, что я готова тело свое отдать на растерзание ради сына, чтобы он выздоровел, вот так Господь готов был и не просто готов, он и отдал себя самого на растерзание, лишь бы люди вернулись к духовному здоровью, то есть Господь он и есть подлинно служащий людям, но Господь это прикрывает для того, чтобы мы научились служить, иначе если мы впадем в гордыню, то все порушится, просто все порушится, и вот некоторые богословы, они когда-то трактуют Евангелие, то они говорят, что ведь что вот в раю люди будут делать, а в раю люди будут соцарствовать со Христом, и действительно там вот в Священном Писании есть такое, что и они и будут царствовать вместе вот с Господом, потому что Спаситель он независливо дает все вот эти божественные блага, если христианин бодрствует, то он и воспримет от Христова служения, и вот чтобы Спаситель как бы еще провести вот эту мысль до конца, он так говорит, вы знаете, вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой, ну представьте, что если вам вот известно, что кто-то захочет там грабить вашу квартиру или там дачу или еще чего-то, то вы, конечно же, будете максимально проявлять внимание в это время, но ведь дом нашей души, он постоянно кем-то окрадывается, постоянно расхищается, вот те же самые греховные помыслы, которые к нам подступают, они лишают нас мира, мы теряем благодать Божию, и поэтому Спаситель говорит, что вот стойте на страже своей души, будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий, то есть настанет такой момент, когда ты покинешь земную жизнь, и если ты все расхитил, то кем ты предстанешь пред Сыном Божьим, если ты всего лишился всех благодатных даров, которые Господь тебе в крещении дал, то есть вот оно что, что в который час не думаешь, все равно придет такой момент, когда нужно будет отвечать за свои дела, предстанешь пред Сыном Человеческим, Сыном Божиим, и поэтому бодрствуй, пока живешь, поэтому и наш день, он должен постоянно сопровождаться молитвой, то есть вот есть правило, мы утром молимся, мы вечером молимся, и на протяжении дня желательно тоже часто произносить какие-то короткие молитвы, чтобы пребывать в этом духовном бодрствовании, не только молитву Иисусова, но и молитву мытаря, Божьей милости буди мне грешным, и похожие молитвы, Божья очисти меня грешного, Божья Матерь, Пресвятая Богородица спаси нас, Ангелу Хранителю, Святый Ангеле Божий, Хранителю мой, моли Бога о мне, чтобы всегда пребывать в духовном бодрствовании, потому что мы не знаем, в какой час нас останет смерть, мы не знаем, в какой час мы предстанем пред Господом. «Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчу сию говоришь или и ко всем?» Может быть, это относится только к монахам, что сказано, или к преемникам апостолов, священнослужителям. Господь же сказал, «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба, блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». То есть, каждый из нас поставлен для чего? Для того, чтобы делать добро, вот сказано, раздавать им в свое время меру хлеба, то есть, проявлять милосердие. И не нужно думать, что я потом когда-нибудь буду этим заниматься. У нас всегда есть только настоящий сегодняшний день. Вот если сегодня ты не молишься Богу, то значит, ты утратил Бога, и ты уже без Бога. Если тебя похитит смерть сегодня, то ты пойдешь в ад. Если сегодня ты не делаешь добро, то значит, ты лишен добра. «Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин, работая в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Вот святитель Игнатий Бринчанинов, он говорит, что есть два вида таких вот скорбей, как бы, ну в каком-то смысле как бы наказаний Божьих. И прежде всего Господь подает нам скорби такие вразумительные, для того, чтобы мы опомнились, и вот приходят или болезни, или какие-то утраты, лишения, и тогда оказывается, что все, что мы копили, это нам не помогает, и нужно-то думать о душе своей, и расставаться с какими-то вредными привычками, допустим, с винопитием, там, с квернословием и так далее. Но если человек не вразумляется, вот долго Господь его пытается образумить, то тогда Господь посылает второй вид скорбей, это уже такие сокрушительные скорби, которые, нахлынув человека, изымают уже его, как бы сносят его вот с жизненного пути, и он изымается из этого мира, уже явное такое наказание. Ну, допустим, когда он там пил, ему посылались болезни, он не вразумлялся, а потом наступает какое-то бедствие, и он в пьяном виде умирает. И вот то, о чём и сказано, что придёт в такой день, в который не ожидает, и в час, который не думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной участи с неверными. То есть, уже все сокрушающие беды, которые наказывают очевидным образом этого человека, и он лишается жизни, не расставшись со своими греховными страстями. «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много». Ну, тут, конечно, речь про христиан, которые знают Евангелие, призванные изучать волю Божию. И, кроме того, ведь каждому христианину так или иначе, но давалось как-то почувствовать Божию благодать, Божию любовь, милосердие. И если, почувствовав дар благодати, ты впоследствии живёшь так, как будто никакой благодати не было, то ты действительно бит будешь много. Потому что тебе дано было, Господь призывал тебя, а ты вместо этого всё попрал и ещё увеличил свои страсти греховные. К сожалению, мы часто к этому скатываемся. Вот нужно понимать, что с нас много взыщется. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Ну, речь идёт, допустим, про какого-нибудь язычника, который вообще не слышал про Евангелие, вот жил он где-нибудь там в Полинезии, да, он не знал, он не знал. Но, тем не менее, и он тоже будет бит, хотя будет бить меньше. Если он сделал достойное наказание, сказано, если он погрешал против своей совести, потому что совесть это уже закон Божий, вложенный в естество человека, это глаз Божий, и те язычники, которые не сподобились услышать Евангелие, но поступали против совести, вот они по этому принципу будут судимы. «И от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Ну, понятно, что если у тебя семья, дети, то ты отвечаешь не только за самого себя, но и за своих детей. Вот святой Иоанн Златоус, он много рассуждал на эти темы и говорил, что это вот самое страшное, что если ты, имея детей, делаешь их потом чадами ада, и тогда ты не только за самого себя отвечаешь, но и за детей, то есть, если ты думаешь, что ты сподобишься рая только потому, что ты сам исполнял заповеди Божии, а дети твои стали чадами ада из-за твоего нерадения, то нет, ошибаешься, и ты за это тоже ответишь, то есть, человек за все отвечает, что ему верено. И после этого Спаситель говорит уже, произносит такие слова, которые кем-то могут показаться совсем радикальными, но нужно правильно понимать, о чем здесь идет речь. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать земле мир? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех, отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Вот такие радикальные, как кажется, слова, а на самом деле ничего радикального нет. Почему? Потому что не всякий мир угоден Богу. Вот может ли быть, допустим, мир и дружба с грехом, с греховной страстью? Это вот Богу не угодно. Ну, допустим, ну да, вот он говорит, что разделение, и думаете, пришел дать мир, нет, но разделение. Ну, вот если вы находитесь, например, в каком-то коллективе, и говорят вам, что, ну, ты вот мне, друг, выпей с нами. Ты же там, друг, выпей с нами. И потом, вы знаете, многие научились так сами винопитие, заразились вот этой греховной страстью. Вот такой мир и такое единение Богу не угодно. Вот не надо приобщаться чужим страстям. Пусть лучше будет разделение, пусть они вас осудят, скажут, вот этот он там не вычеркнул себя из нашего коллектива, там еще чего-то скажут на своем диалекте. Самое главное быть нам с Господом Иисусом Христом, сохранить себя от этого огня. Может быть, за счет, кстати, вначале один, допустим, отказался, и вот он начал молиться, находясь в этом коллективе, а потом и другие смогут зацепиться. А если все как под откос один за другим, как вагончики, прицепились и под откос покатились, то кто тогда будет вымаливать этот коллектив, кто будет бороться с этими страстями, все уступили. Вот такой греховный мир, он Богу не угоден. И такое единение, это не единение, это путь в ад, и в аду все в любом случае будут разделены друг о друге. А алкоголики, они все будут мучиться, хотя как бы в одном котле, но все равно отделены друг о друга. Общения там уже никакого не будет и приятных бесед. Поэтому Спаситель и говорит, что не всякий такой мир, не всякое единение угодно Богу, и Евангелие, хочешь или нет, оно приносит разделение. И в одном доме начинает делиться, вот мы знаем, что, допустим, великомученица Варвара, ее вообще отец фактически предал на мучения, потому что семья-то была языческая, она обратилась ко Христу, хотя там ее помещали в башню, и вот когда человек обращается к Богу, то кто-то из родных часто выступает против, происходит такое разделение, и тут надо что, сохраните любовь к Богу и любовь к ближнему. Любовь к ближнему обязательно, иначе дьявол через вражду и ненависть проникнет в твое сердце, но сохраняя любовь к ближнему, нужно прежде всего сохранять любовь к Богу, и поэтому не отрекаться от Бога, если даже кто-то из родных против, а в Иудее в те времена это особенно так вот наглядно проявилось и, в общем-то, сохраняется до сих пор, и если мы приезжаем туда, то я вот помню, как они, эти иудеи, плевались открыто в нашу сторону, выражая свое негодование, и такое негодование, оно проходит сквозь всю историю, то есть вот это вот разделение, но зато Господь отделяет именно своих от тех, кто не захотел стать своими. При этом Спаситель еще что говорит? Крещением должен я креститься. Это что такое? Это распятие на кресте. И он говорит, как я томлюсь, пока сие совершится, то есть, чтобы вот искупить людей, искупить людей от греха, нужно пройти через страдания. И вот это ожидание тоже вызывало некое томление в душе Спасителя. А ради чего всего этого? Для того, чтобы пришел огонь благодати Божией. Да, будут разделения, тяжелые вот эти крестные страдания, через которые Спасителю предстоит пройти, но ради чего все? Для того, чтобы пришел огонь Божественной благодати, огонь Божественной любви, и вот этот огонь, он попалит грехи, он согреет души людей. Вот о каком огне говорит Спаситель. Огонь пришел я не извести на землю. Вообще, огонь, он часто в Писании выражает собой как бы символ Божества. Вот помните пророку Моисею, как Господь является, в виде огня, объявшего куст, и пламя горело и не сгорало. Потом, допустим, пророк Ильябе на огненной колеснице, или, да, вот, когда Моисей выводит народ, то огненный столб ночью, днем столб облачный, а ночью огненный столб. И когда закон давался на Синаю, то тоже там огонь, в общем, это образ пламенеющего такого Божества, которое, рядом с которым ничто не чисто не может находиться, и, кстати, апостолам благодать, как она явилась в день Пятидесятницы, в виде огненных языков вот этого пламени, вот что за огонь пришел неизвести Спаситель на землю, то есть благодать Святого Духа. и преподобный Исаак Сирин, он высказывает такую весьма может быть неординарную мысль, что причиной адского мучения грешников, но также и причиной райского наслаждения праведников является одна и та же благодать любви Божией, то есть огонь любви Божией для праведников, он служит причиной райского наслаждения, почему? Потому что праведники восприняли Божию любовь, и вот в раю они как бы купаются в благодати Божией, а так как они себя очистили своей душой, то они стали гармоничны для этой благодати Божией, и никакого диссонанса нет, а грешники они всю жизнь жили вопреки, и поэтому когда очевидным образом обнаружится Божия любовь и благодать Божия, то грешникам вот этим им станет плохо, плохо пред лицом благодати Божией, то есть вот этот огонь любви Божией, он их жьет буквально, вот бывает, что человек еще не выцерковился, или вообще не имеет никакого отношения к церкви, и он приходит в храм на службу, ему там вдруг становится плохо, его что-то внутри терзает, мучает, как бы переворачивает всего, даже подташнивает, ему хочется выйти, почему так, потому что он еще внутренне чужой для храма, еще страсти для него более свои являются, и благодать Божия, она еще не дает ему никакой вот радости, то есть он мучается от присутствия благодати Божией, особенно те, кто, ну, закоренил и в каких-то греховных страстях, и страсти гонит такого человека из храма, а тот, кто очищает себя, для него храм не просто вот, ну, постояло красивое богослужение, для него храм это место и отдыха душевного, то есть он выходит с легкой душой, у него облегчение, ему прекрасно, потому что благодать Божия начинает усваиваться его сердцем, и вот почему говорит спаситель, что огонь пришел, и не извести на землю, то есть, что благодать Святого Духа пришла, но одни, понимаете, те, кто воспримут ее, она их согреет и очистит, а те, кто не захотят, для них этот огонь станет огнем мучений, и дальше спаситель продолжает, сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тут сейчас говорите, дождь будет и бывает так, и когда дует южный ветер, говорите, зной будет и бывает, это вот были народные наблюдения о том, как какие-то знамения природные, они предвещают следующие природные изменения, лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете, почему же вы не узнаете, что пришел сам Христос спаситель, ведь через пророка Даниила указаны были 77, то есть 490 лет там по-разному отчитывается от какого указа, скорее всего от указа Артаксеркса и вплоть до страдания Христа, но в любом случае эти 490 лет от пророка Даниила, вот как он предсказывал от указа восстановления храма, они вот эти четко падают на время жизни Господа Иисуса Христа, и никто почему-то этих знамений не распознал. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? То есть, почему вы невнимательны к самим себе? Когда ты идешь к соперникам своим, к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не верк тебя в темницу, сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушке. В каком-то смысле тут, конечно, как притча такая говорится, по-разному толкуют святые отцы, допустим, Ава Дорофей он толковал как аллегорически, как совесть, то есть соперник, который с нами состязается, это вот наша совесть, потому что она обличает нас, она все время как наш соперник, и мы должны примиряться со своей совестью, пока нас не привели к судье и не вергли нас в адскую темницу, где мы потерпим огромный ущерб. Поэтому лучше во время земной жизни, когда совесть нас обличает, лучше искать примирение с совестью, как с таким строгим соперником. но кто-то толкует как простые даже житейские ситуации, что много всякого такого сутяжничества бывает, кто-то пытается припираться или с соседями, или еще с кем-то, и жизнь человека превращается в сплошной скандал, в сплошные конфликты, он все время в этом сутяжничестве находится, все время смятения, мятеж, и к чему такая жизнь его приведет? К тому, что он все время только теряет. То есть старайся хранить мир в сердце, мирное отношение к людям, но прежде всего мир со своей совестью, а для этого нужно слушаться голос совести и не поступать вопреки нее. Вот святитель Иоанн Златоуст так говорил, что кто слушает голос своей совести и чисто исполняет, тому даже не понадобились бы святые писания, потому что святые писания, они говорят нам именно то, о чем и совесть свидетельствует. Но из-за того, что мы голос своей совести приглушаем, мы перестаем уже слышать ее, и поэтому нам нужно писание священное. И вот для этого Спасителя говорит нам вот такие наставления евангельские, чтобы пробудить в нас нашу совесть и очистить ее. На этом мы заканчиваем рассмотрение 12 главы. Храни вас Боже, дорогие братья и сестры. Спасибо за субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею Субтитры Алексею